так здравствуйте родные салам дианса приветствую всех кто нас слушает желаю всем здоровья счастья благополучия спасибо всем ну что в сегодняшнем ролике поделюсь с вами скажу пару слов о своих наблюдениях так просто общение вот но прежде хочу показать вам несколько фотографий вот например что у нас тут первые а вот артизан вода в африке сами понимаете да что означает вода в африке вот такими благотворительными делами занимались семья джамаля данном случае видите табличка гейдара джамаля который вот дал людям жизнь они в жизни эти люди жизни в реальной жизни действительно занимались делами помогали людям ради людей они шли на все это действительно так не так как некоторые на телеканалах выходят и спиной в роту орут там какие они замечательные люди о себя да какие они там гуманные какие они мирные как они бесит но реально бесит она стран на самом деле в деле они гниды подлые люди а семья джамаля действительно и когда говорили они говорили жестко правду истину и в реальной жизни они занимались такими делами потому что у нас тут а это я не но это дубай кстати и окраина дубая как видите там трущобы кстати я где-то год назад по моему читал об этом статью как там вообще народ живет в дубае не самом там видите небоскреба она крайне простой народ 100 долларов там максимум 200 долларов зарплата короче хреново найдите почитать о жизни простых людей это все ерунда чушь все так лапша лапша нашу любимый лапша лапшин знаете как бы он не гавкал да сколько бы не гавкал он все равно пьет озерчай потому что знает потому что он в курсе что кто не пьет озерчай тот смо видимо не хочет быть сумочником поэтому пьет озерчай такой заголовкой чай дарящий райское наслаждение мы конечно же по текстам там на фоне выставил свою фотографию какой она обижен это капец но самое главное вот это я сегодня это скопировал написано час назад вот решил с этими с вами поделиться это что зачем я сохранил по поводу повышения цен на проезд по азербайджане на транспорт ребята учитесь учитесь мы что там подняли там 10 копеек или копеек ерунда все это для умных людей заплатил за одного прошли двое и все все проблемы решены да на самом деле это всегда вот такие вещи когда делается вот когда повышает цену на проезд на газ на воду кварплата и так далее там подобное это всегда болезненная тема для простых людей для народа потому что действительно народу тяжело тяжело жить поэтому такие такая реакция всегда на такие действия со стороны правительства и они как бы сказать правильно правильно люди возмущаются правильно люди протестуют да не соглашаются но раз это делается нужно объяснить причину донести то людей для чего это сделано а то не так как некоторые вот депутаты наши выходят такую херню там несут типа успокой успокаивают да народ вот какой-то стране там европе цена там два-три евро а у нас у нас всего-то 30 копеек но банальный ответ да придурок пустозвон ты сначала зарплату зарплате говори зарплату сравни а потом вот и дизах на проезды сравнение же это не делают то есть вот это объяснение до такой степени тупо это больше еще больше людей раздражает но объясни выйти объясни вот для того чтобы закупать новые автобусы не только в городе в баку да еще на других городах в районах заменить там автобусный парк обновить все для этого нужны вот такая мера вот мы приняли такое решение вот как то донести нет какой-то придурок выходит и говорит так там я не знаю во франции сколько-то стоит там сколько-то стоит вот ну ладно вот вам решение это про для простых людей в россии моментально такие вещи решаются ребята будьте знаете как бы избирателями ладно так что тут у нас еще что-то еще хотел показать вот это вот это вот это вот это шедевр шедевр как же могу с этим не поделиться с вами донзи геррики вот пишет армянин история проживание армян на территории нынешней россии насчитывает более двух тысяч лет а вкладе в формирование расширение и укрепление россии я уже молчу она бесценна ваня ваня ты понял ты вообще понял нет тебя еще вообще тут небе армяне тут уже две тысячи лет живут как соловьев говорит в карабахе армяне сколько он там лет говорит армяне всегда жили в карабахе он до этого говорил армяне всегда жили в яроване всегда вот так как только земля появились под ногами у людей там появились а там живут в яроване армяне а потом насчет карабаха вообще капец оказывается в карабахе жили армяне счет тогда когда яроване вообще армян не было а вот сейчас уже пока 2000 пока 2000 через два года будет это 4000 лет назад и так далее там подобное поняли да это из рук был из рубрики армянской дебилизм идиоты а так что ваня попрощайтесь там сочи с ростовом армавиром краснодарским краем и так далее там подобное поняли там не только там в сибири сибири еще армяне жили две тысячи лет назад а вы тут про карабах какой-то говорите где всегда жили армяне россия россия уже карабах вот спичечная коробочка россия и россия асья 12 часов от с этого конца до другого конца летишь 12 часов по если не ошибаюсь представляете карабах а там россияне жира если на россию претендует обалдеть обалдеть как говорится нормально григорий отлично константин вообще замечательно ладно что хотел я сказать пару слов скажу недолго обещаю ладно так вот знаете что я наблюдал начнем с до 2016 года до апрельских событий я вот сейчас расскажу по полочкам и вы все вспомните до этих событий апрельских событий армяне пугали нас азербайджанцев знаете да чем помните россия о дкб это мы тамара братья моего дкб вся вас порвем там все это сделаем и конечно же великим армянским духом воина это вообще дух там капец и так далее там подобно долго пугали долго долго пугали но в апреле 2016 году произошло то что произошло вот этот дух армянского воина мы свернули в трубочку запух запихнули им в одном место тогда когда они кричали где россия где до дкб от солдата до генерала они даже не стеснялись прессах в интервью на телеканалах орали кричали где россия где до дкб в апреле вспомните то есть этим не получился после апрельских событий они на эту тему вообще заткнулись начали чего чем угрожать помните вот сейчас помните грязные бомбы у армении есть атомная бомба у нас все есть так далее и тем более после того как у них появился скандарь якобы да они начали горит то у нас уже давно готовы по и головки виде грязного грязной бомбы на эти скандарь и вам короче хана капец тут что есть армянской блохере помните сашка сашка скандарь так называет на александр да пара сашка сашками там все азербайджан уничтожим такое то есть пугали 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 до того как увидели вооруженных силах азербайджана противояди то есть увидели закупки вооружение там противооборонной воздушной обороны азербайджана накупили там много чего то есть это утихло с этим не получился напугать азербайджан из грязной бомба и так далее и тому подобное вот недавно потом недавно произошло мегачевири вот эта катастрофа взорвалась там что-то и после этого они начали тоже тема они начали в рог мы взорвем там мегачевирской там гс все вам хана мана долго несколько дней там недели две они кричали орали даже плотно их уже офицеров генералов официальные лица это уже говорили вдруг уходит у нас один генерал и говорит послушайте рубильники у нас мегачевирской гидроэлектростанции да у вас мусоморской а с мы превратим армению на необитаемую территорию если вы заметили последние дни они заткнулись они на эту тему ничего не говорят уже мегачевир там кейс взорвем заткнулись нечем уже напугать елкой палкой уже нечем нечем армянский дух там у них в анусе уже у дкб россия мы видим что то там творится с гейсом мегачевирском понятно но реально знаете один раз путин что сказал сказал что зачем нам такой мир где не будет россии перепалка с американцами недавно он это сказал эту фразу то есть намекнул на то что мы просто-напросто разнесем этот мир к чертовой матери если в этом мире не будет россии да это действительно так сделают то есть взорвут пару штук этих атомных бомб и все капец мир это я к чему я это к тому что ребята по большому счету зачем нам если взорвать там этот саморской аэс конечно это для нас тоже плохо будет может может ветер нашу сторону до паду и плохо будет то есть в принципе зачем нам кавказ за кавказе если там не будет азербайджана то есть нам тоже наплевать будет на все взорвем не только там этот я думаю да такое заявление сделают в случае войны такое заявление наши генералы сделать чтобы они опять перед подумали то есть об этом раз путин такое говорит да то есть открыто что если вы сделаете мы без проблем это сделать ответим то же самое мы нашем регионе имеется зачем там такой регион где не будет азербайджан аж родной азербайджан ладно мне пугает только в этом деле просто наблюдаем да все видим вот чуть даже чувствуется что что-то будет что-то вот надвигается действительно вот что-то война ли это что еще но что-то вот надвигается ну конечно никому войны не хочется но бывает таких тип людей больных дебилов да с которыми чтобы был мир с такими идиотами дебилами нужна война поэтому есть такая фраза что и случае когда чтобы был мир нужна война вот наш конфликт с армянами именно такого типа конфликта с этими людьми невозможно никаких договоров договориться там что-то так невозможно это все это конченые просто конченую же дебилы у них у них не жизнь а у них и хэри знает у них вот скажи то и своих детей и завтра у тебя будет великая армения до от лужи до лужи только их турки только всех истребим ази 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 ров этих истребим вот своих детей давай сюда они тадут знаете не потому что вот на таком уровне патриотизм да потому что дебилы реально реально дебилы идиотов больные люди уже они вот этим живут. У них больше ничего нет. В жизни у них другие ценности нет. Вдолбили им в голову только это. Они этим живут. Чтобы убить всех турков, озеров, и у нас было, чтобы была Великая Армения. И мы сами будем жить в других странах. Как это сейчас делают. Оккупировали Нагорный Карабах. Райский уголок. Райский уголок, Нагорный Карабах. Они превратили в ад, а сами живут в других странах. Не дебилы. Дебилы. Конченые люди. В этом вопросе мне только в случае войны имею в виду. Меня только беспокоит. Не Америка в случае чего. Допустим, Америка может там поддержать. Не может, а будут. Америка может поддержать Армению или Евросоюз. Не насрать на их всех. Мне интересует в случае войны только позиция России. Позицию России мы знаем. Это всегда была проармянская страна. Это вообще Армения в нашем регионе. Армяне это российский проект. Русский проект. Они их привели в нашу региону. Они для них создали вот эту страну. Они для них оккупировали Нагорный Карабах. То есть, в своих интересах. В геополитических интересах. С точки зрения России я как бы с пониманием отношусь. да, в интересах России например, это сделать. Они делают. Это для нас плохо. Мы это считаем как бы враждебность, несправедливость и так далее и там подобное. А вот отойти в сторону, шаг с точки зрения как бы в интересах России если подумают, они делают то, что им выгодно. То же самое и Азербайджан. Делают то, что внешняя политика ему выгодна. Как и другая любая страна. Вот. Но вот эти интересы могут измениться, конечно, меняются. Вот мне это очень-очень хочется, что интересы, геополитические интересы в нашем регионе России изменились. Потому что там 10 Америки лучше, если даже, да, в нашей стране будет. Но если одна Россия будет на стороне армян, мы опять проиграем. Потому что они изнутри все знают. Изнутри. потому что Россия 200 лет тут, в этом регионе. Кавказ, Закавказье. Пока американцы там сообразят или европейцы там что-то, и все, все решится. Поэтому в этом вопросе на первом месте Россия и позиция России. Меня только вот это беспокоит. Да, конечно, то, что последние дни, месяцы, даже годы, да, в основном месяце, то, что происходит между Россией и Арменией, это для нас позитивно, это как бы выгодно, да, это нормально, хорошо. Потому что видно, что России тоже же надоели они, их вот это предательские движухи. Все время вот эти шантажи со стороны Армении, армян, вот из случаев чего вот мы уйдем от вас и так далее. Все это их тоже надоело. Это понятно. Но этого недостаточно. Вот то, что вот сегодня происходит, это недостаточно. Такие конфликты бывают между любыми союзниками. Понимаете? и то, что да, уже понимаю, что там дошло до министров иностранных дел, это уже официальное лицо страны, я имею ввиду слова Лаврова, реплики Лаврова, где он сказал, что там кое-какие вещи он говорил, неприятные для Армении, да, это хорошо, но недостаточно. не могу вот я со своей страны, говорю, свое мнение, поймать вот этот момент, когда можно определить, что да, вот в позиции России, Кремля есть изменение в отношении к Азербайджану в Карабахском конфликте. Нету такого момента еще. Нету. Вот это слова Дугина, вот этих политиков, экспертов, которые приезжают, уезжают, говорят, это не то. Да, это как бы полезное дело, это хорошее дело, в этом как бы ничего плохого нету, это моральная часть вопроса. Такие вещи нужны делать. Просто приезжают, говорят, вот какую истерику подняли в Армении после их приезда, и они начали делать жесткие такие заявления со стороны Армении. На это же нужно ответить, и со стороны России тоже начали такие жесткие заявления делать. То есть, это нужно делать. те люди, которые организовывают такие вещи, они не идиоты, они не дураки, они всегда думают на несколько ступен выше, чем мы, да, наш уровень, уровень простых людей. Поэтому очень часто то, что они делают, до нас не доходит, а доходит чуть позже. Поэтому некоторые есть, вот тут у нас есть, Азерт Кубашулепович там тоже сидел, какие-то, какой-то чушь нёс по поводу приезда Дугина, Шевцова, то есть, этого, Шевченко, Савельева и так далее и там подобное. Этот дебил не понимает, что их приезд и их заявление такую истерику поднимают в Армении, они начинают там истерить, говорить делать заявление, которое не нравится Кремлю и так далее и пошло-поехало. Нет, такого уровня, люди такого уровня не думают о таких вещах. Не хватает. И начинают как бы критиковать, ой, что это такое, зачем это сделали. Балбес, подумай сначала. Балбес, оставь свои личные интересы и амбиции в сторону. Когда ты говоришь о деле, у тебя получается, когда, имеется в виду, когда, Азерт, когда ты говоришь, ставишь в сторонку свои вот эти тупые амбиции и личные интересы, у тебя получается. Но как только ты принципиально кому-то это делаешь, против кого-то, у тебя получается все говно. Не будь идиота, у тебя кое-что получается, делай. Балбес. Как баба сидишь перед подъездами, про кого-то еще рассказываешь, про кого-то историю придумаешь, кого-то околитаешь, кому-то угрожаешь, как будто дети сидят и че, блин. Не веди себя как че-гах-пя-си. Веди себя как че-гах-пя-си. А ты вот с первого дня ведешь себя как че-гах-пя-си. Ладно, что-то я это, нахрен ты мне нужен. Вот. Вот это у меня, знаете, вот я хотел просто поделиться своими вот этими внутренними. То, что у меня вот внутри есть. Вот я наблюдаю, как бы мы эту Армению к стенку уже у них действительно вот чувствуется, что нету, да, дальше. И очень боятся войны. Очень сильно боятся войны. Потому что знают, что стопроцентно, если мы останемся лицом к лицу, останемся, им хана будет. То есть, если никто вмешиваться не будет, реально им будет хана. Прижали к стенке. Вот если сделать вот такой общий анализ, реально прижали их к стенке, они боятся очень. И у меня переживание по поводу вот того, что в случае военных действий какая оппозиция будет у России, у Кремля. вот это единственная вещь, которая меня беспокоит. Просто сидел, подумал об этом. Как бы на своем уровне, да, анализировал то, что происходит в последние дни, в последнее время между Арменией и Россией. как мы видим, отношения не очень хорошие, но подумал, подумал и понял, что ничего как бы конкретного нету, ничего пока хорошего. Это так, кавкавание дипломатов, вот скажем так, война дипломатов. Войнушка даже, даже не война, а войнушка дипломатов, экспертов, политиков, знаете, вот так, игра. Такая даже не холодная, а прохладная такая война. Ну, это, конечно, недостаточно, это очень мало. Опираться на это и подумать, что да, в случае военных действий Россия не будет вмешиваться, не нужно, чтобы Россия была на нашей стране, не нужно было, чтобы Америка была на нашей стране. Для нас самое главное, чтобы на их стране никто не вмешался. Они же герои, они капец, как и, знаете, один армянин стоит там 10 озеров, они победят нас в любом случае. Насчет этого пусть не переживают армяне. Просто зачем им все время нужно вот эта Россия, ОДКБ и так далее. Выйдите, да, выйдите раз на раз, вот, лицом к лицу и решим этот конфликт. В чьи стороны решится все? Договор, все успокоились. Кто-то проиграл, принимает проигрыш достоинством и все. И закончится вот этот конфликт. А то вы все время лижете, лижете сапоги чужих солдат, чужой армии. Достали просто. Надоели, тошнит уже от вас. Надоели всем, всем, даже своим союзникам. Смотрите, ваши союзники. Белоруссия, Казахстан, Киргизстан, ну, хоть, блин, слово говорят, хоть вмешиваются, просто ненавидят вас, реально. Не то, что ненавидят, а просто смотрят на вас, как зануды, как на заразу, как на язву, понимаете? Вот вы, есть язва. Самое главное в теле России. Вот вы, язва. А потом язвы стали и в теле ОДКБ, потом в теле ИАС. И вот эту язву распространилась. Сама же Россия, сейчас я уверен, что там жалеют, просто не знает, как от вас избавиться. Избавиться они могут прямо и завтра. Просто ваше предательство дорого станет России. Очень дорого. очень дорого станет. Только это останавливает, я думаю, что Кремля. Потому что вы когда предаете, предаете даже предательство у вас пакостное. Как вы в свое время предали Византию, потом Османскую империю, потом Царскую империю, потом Грузию, Азербайджан. Вот везде у вас даже по-человечески предать не можете. Не обижайтесь, это действительно так. По истории так было и есть. Всех надоели, всем уже достали. как наш дорогой дед Мизит говорит, чемодан без ручки. Тяжелый чемодан без ручки. Овальный такой, даже уголками овальный носить невозможно. Россия там уже все. чемодан вы без ручки. Мелочь вы, мелочь, понимаете, жалко бросить, выбросить, а носить и неудобно, и противно. Вот человек, вот когда мелочь исчез в кармане, и тем более когда лето, не в зимных одеждах, не в куртках, да, вот в штане, в штане где-то мелочь, вот эти десятки, пятерки. Жалко реально выбросить, а носить еще противнее. Вот вы и есть. Опять все эти слова воспримите как оскорбление. А я не оскорбляю, я реально говорю. Все так, как есть. Ну все, этим я хотел поделиться. Завтра не знаю будет ролик или не будет, но посмотрим. Посмотрим завтра наверное не наверное поедем с семьей кое-куда. Просто не знаю когда вернемся. Поэтому точно не знаю будет ролик или нет. А так все. Спасибо всем за терпение. Спасибо всем. Счастья, здоровья всем и мирного неба над головой. Пока. х ь. Х х х